Целеустремленные, нарядные и ухоженные бизнес-леди собрались вместе, чтобы поговорить о своем, о женском. Правда, темы не касаются личных историй и украшений. Эти дамы ушли в бизнес, а потому и обсуждать собирается развитие предпринимательства. Галия Исабекова три года занимается войлочным бизнесом. Производит головные уборы, сумочки, аксессуары и продает их в магазинах Шумкента, Алматы и Астаны. Теперь бизнес-вумен планирует выпускать тапочки из войлока. Я буду производить домашние тапочки и пинетки детские. Глобальный такой вопрос стоит для Шумкента. Здесь сжигаются все эти шерсти овечьи, нельзя их сжигать, не надо выбрасывать. Надо их в производство ввести. Это даст всем женщинам, которые услышат меня и поймут, каждой женщине можно открыть один бизнес. Региональный форум «Женщина и бизнес» Южно-Казахстанской области проводится второй раз. В этом году участие в нем принимает около 300 женщин нашего и соседних регионов. По словам организаторов, главная идея – предоставить предпринимательницам площадку для обсуждения проблем и выработать эффективные решения по развитию бизнеса. Мы сегодня хотели бы поднять проблемы гендерного равенства в сфере бизнеса, поднимать важнейшие вопросы повышения финансовой грамотности, потому что от нас, дорогие женщины, тоже многое зависит. Я очень часто за полтора года выезжала в районы, встречалась с представителем бизнеса и очень много жалуются о том, что сегодня у нас нет того, нам не дают то. Но вы знаете, очень часто, идя навстречу населению, прося просто описать наши проблемы, я встречаю всегда отговорки, у нас нет времени. Если мы все время будем искать отговорки, то никакие проблемы наши не будут решаться. О трудностях в производстве рассказали и предприниматели, которые занимаются переработкой молока и сырной продукции. Компания «Айкан» намерена выйти на соседние рынки сбыта, но мощности не позволяют. А потому бизнес-леди предлагают объединить фермерские хозяйства, чтобы решить вопрос с сырьем. Сразу у нас проблема по сырью. На сегодняшний день у многих направлений является вопрос не товаропроизводства, а вопрос продвижения. У нас есть договора с казахстанскими супермаркетами, также у нас есть с другими регионами контракты. Сейчас у нас рассматривается контракт на поставку готовой продукции в Белоруссию и Россию. Это огромные потребительские спросы. Но на сегодня наша мощность не позволяет планировать расширение, так как есть огромные проблемы с сырьем. Первое – это подсезонные годы, второе – это вывести частными лицами на территории города и Российской области без контроля. Участие в форуме принял и Аким области Жан-Си Тюмибаев. Он напомнил о годах, когда страна перешла к рыночной экономике. Тогда, по словам главы области, многие женщины тянули на себе детей и даже мужей. Тюмибаев подчеркнул, что такое не должно забываться, а женщинам в бизнесе нужно оказывать поддержку. Более того, Аким вспомнил свою первую встречу с предпринимателями и рассказал, что до сих пор помнит руководителя компании Эйком Стоун, которая предложила использовать ее тротуарные плитки. Когда первая у меня встреча была, одна дама вышла, которая делает тротуарные плиты. Она здесь и у меня до сих пор на столе стоит. Вот я не могу говорить. Я посмотрел, качественно, очень хорошая, не то что так, а улица, которая через полгода уже не выдерживает. И на задании сейчас самая центральная площадь нашей области, напротив Шипкет-Наза. Вчера мы сажали елку и вот это плиты. Ваши. Спасибо. Прозвучали на форуме и меры государственной поддержки предпринимательства. Говорили о роли женщин в развитии экономики региона. По словам Акима, на сегодняшний день в области 175 тысяч субъектов предпринимательства. Более 30% из них это бизнес-леди. По итогам встречи было предложено объединить различные направления бизнеса в отраслевые ассоциации. Это, по словам специалистов, позволит быть услышанными. Потому как одной из причин, мешающих развитию женского бизнеса, остается менталитет и неосведомленность о мерах поддержки, которые оказывает государство. В конце встречи собравшуюся бизнес-вумен наградили благодарственными письмами и медалями. Внимание удостоились руководители таких компаний, как Азала, Асларман и Экофарм.